Добрый день, дорогой друг! Меня зовут мистер Сергей, и как ты знаешь, я использую Дадарио. Сегодня я подготовил замечательный волшебный ковер, на котором я разложил вещи, которыми я пользуюсь. Конечно, были и другие вещи, которые я пробовал. Сегодня покажу именно те, которые реально использую. С чего все начинается? Ну, конечно же, со струн. Вот такие вот потрясающие EXL 120 9.42. Как мы знаем, я начинал играть, у меня были 10.52, я настраивал в Mi, на мензуре 25.5 и боролся, мне было больно. Я подумал, зачем поставил 10.46, несколько лет играл, опять было больно, пальцы все время рвались, все было в кровище, ну, надоело. Подумал я, поставлю 9.42, ну, чисто попробовать. Поставил и испытал такое наслаждение. Вместо борьбы с инструментом, я получил игру на инструменте. То есть, у меня есть музыкальная мысль в голове, и я ее выплескиваю с помощью инструмента. Инструмент, он мой помощник, а не мой соперник. Да, поэтому 9.42, безусловно, безусловно, сложные струны, потому что одно неловкое движение, все сразу начинает не строить. Тут нужно очень филигранно, не побоюсь этого слова. EXL я ставлю на концерты и на повседневные гитары, на которых не играю, у меня много, три. А по праздникам, по праздникам, мои самые любимые струны, это New York XL, серия из другой стали. Сталь очень крутая, очень необычная, звучание струн ни на что не похоже, я пробовал разные. Во-первых, держит строй просто идеально. Настраиваются быстро, не расстраиваются, и звучание, говорю, действительно уникальное. Оно насыщенное, жирное, мне очень нравится. 9.42, но в последнее время, я, знаете ли, беру леспольчик, ставлю 10.46 и настраиваю в ми-бемоли. В ми-бемоли звучит, ну, просто очень круто. А так-то, конечно, 10.46, но я же не психозный. Были мысли, конечно, попробовать 9.46, комбо-вариант, но пока что-то не решалось. Свежая серия XT, так называемая, они в специальном покрытии, служат дольше. Мною не поняты, оставим их. Возможно, кому-то приглянулись, но мне показались недостаточно яркими. Пробуйте, обязательно попробуйте XT. У каждого свои вкусы. Далее, новая серия XS, беленькая, посмотрите, это для акустической гитары. Это как XT, тоже они в этой специальной обмотке, но пока что только для акустической гитары. Со временем обещают выпустить их для электрогитары. Обязательно съезжу корешу, у меня нет акустической гитары, я же не бард, а съезжу корешу-корешку, обязательно попробуем вот эти струны. Про арты, нейлон, посмотрите внимательно, вот именно эти самые струны. Папка использовал на записи двух песен, Sombrero и Mercy. У меня была акустическая гитара Yamaha C40, чтобы вот не выпендриваться. Я говорю, дайте мне обыкновенный нейлон, C40 мне дали. Я, значит, сразу запросил струны, вот такие вот про арты поставил, все сразу стало играть. Я быстренько записал все полторы партии и был таков. В общем-то, в этом суть. Посмотрите, вот ведерочка здесь, вот я храню пипки, пипочки. День за днем подкидываешь сюда потихонечку. Басовые струны у меня были и EXL, но, знаете, моя любовь к New York XL 45-130. У меня замечательная бас-гитара Warwick, на которой я высекаю пятиструночка. Вот эти вот струны я ставлю и получается мега-звук. Обожаю эту штуку, поставил и никаких проблем. Вот главное то, ради чего я сдодарил, да? Потому что у меня до этого были вот такие вот штуки. Замечательная тоже история. Я приехал в Екатеринбург, забыл свои кусачки и меня отвезли в магазин радиодеталей. Я туда зашел, говорю, господи, как у вас тут все прикольно, XLR даже есть. Дайте мне кусачки. Они дали мне кусачки, не эти, те я где-то потерял. Ну и, в общем, однажды меня не пустили в самолет, пришлось их оставить. Да? И обратите внимание. Вот это я делаю, да? Как бы ни стюардессу, ни пилота, ни Рустама не могу запырять. Да? Поэтому очень удобно. И кусают гораздо удобнее, лучше, чем кусачки. И вот эти струны, и вот эти, вообще любые перекусывают. Раз, и готово. Здесь была еще накрутка, я ее снял и выбросил. Взял и выбросил, потому что она бесполезна. У меня все колки локовые. Очень удобная штука. Максимально крутая. Каподастр. Я уже делал видео, у меня есть несколько. Я использую самый простой, потому что я простой человек. Накрутил. Тут же вот специальным колесиком давление я выбрал. Там никакой пружины, зажимы, вот эта вот бурда. Колесиком аккуратненько сделал натяжение, чтобы все не пережимало, прижимало. И работаешь. Тряпочка, тоже тряпочка. Это очень важно. Тряпочкой протираешь. Хорошая тряпочка. Так, мы подобрались к коробочке с медиаторами. Нелоновые медиаторы, нефлекс, 1 мм. Это вот просто находка всей моей жизни. Я попробовал много медиаторов. И вот это просто шедевр. Обожаю медиатор. Он делает мой звук. Вот не поверите. Именно так делает мой звук. Он в меру острый, в меру толстый. И нейлон, он немножко по-другому звучит, чем обычный пластик. Чуть-чуть ближе к пальцам. И это настолько круто. И, ну, понимаете, здесь есть еще ребристая поверхность специальная. Держишь ее, и он никогда никуда не выскакивает. Ну, если только у тебя руки не трясутся. Это обычное дело. Вот в этой коробочке лежат принадлежности. Ну, я об этом уже рассказывал. Хорошая коробочка для того, чтобы ухаживать за вашей гитарой. Кстати, об уходе. Посмотрите. Спрей-клинер. Здесь были Step Antusree. Значит, там какая-то жижа, смазыватель для того, чтобы заделать царапины. Ну, я подарил другу. В общем-то, ну, развлекайтесь как хотите. А вот эта штука с запахом корицы. Да, я протираю ей все. Мышку от грязных потных пальцев. Корпус гитары. Протираю ей. Клавиатуру, монитор. Если куда-то что-то налил, она отлично разъедает. Суперская. Просто протирка века. Вот эту штуку на тряпочку. Псык-псык. И все, что хочешь. Гидрат. Это для накладки на гриф. Да? То есть вот варвик у меня, чтобы не треснул. Ну, и еще какие-то вот чернодеревых накладки, которых у меня нет. Ну, возможно, будут. Возникает вопрос, там, я пойду в магазин, в этот, в аптеку, куплю себе лимонное масло за 50 рублей, сэкономлю. Вот этого тюбика. Он стоит, я не знаю, пусть 500 рублей. Не уверен. Но вот этот тюбик я использую. Помните тот обзор в 2012 году? Да? Вот, у меня еще осталась треть с 2012 года. Ты пшикнул, пшик-пшик, протер и все. Все, ты купи, это на всю жизнь тебе. Люди столько не живут. Так что не надо выпендриваться. Купите вот эту очень-очень крутую штуку. Она и грязь, и мразь все это оттирает с вашей накладки. И в то же время увлажняет ее, она не треснет. Это факт. Так? Провода, друзья. Провода. Да, вот этот провод мной используется для регулярного переподключения. То есть я какую-то примочку там купил, туда-сюда, раз-раз-раз. Быстро он твердый, толстый, удобный и не ломается. Такие вот патч-кабели. Очень удобно. Можно самому нарезать. Есть вот такой вот white coil cable, если вы понимаете, о чем я. Тоже очень крутой. И вот pedal board я запатчил маленькими. У них есть нано-провода с супер маленькими джеками. Они тонкие. Очень крутая тема. Но лобызать ее туда-сюда не надо. То есть ты как бы расточился, закрутил, сделал себе pedal board. Оставь. Все, все работает, все хорошо. Туда-сюда и вынимать не очень удобно. И не надо. Вот. Для постоянного перетыкания такие вот патч-кабели мне нужно одну подключить, другую, третью. Все переменить, перепродать. Поэтому это очень удобно. Конечно, кружка, да? Я пью из нее. Эта кружка, она хорошая. Но я ее ненавижу. Просто вот полностью. Гореть ей в аду. Не кружка. Ну, в общем, история была примерно такая. Я купил себе однажды новую карту Baby Face. Она была такая, все знаете. И поставил эту кружку на край, что-то там принтер туда-сюда, провод. Я потянулся, кружка. Раз. И прям по металлическому корпусу Baby Face. И ни одного дефекта на этой кружке, да, Дэрио. А на моей Baby Face две большие вмятины на металлическом корпусе. Справедливо? Ну, в общем, я пью из нее, потому что она мне должна. А если она мне должна, она мне будет служить всю жизнь. И не расколется. И еще вот такой вот стакан, на самом деле, тоже очень крутой. Дадарио Фартук. Это эксклюзив. Мистер Сергей. Такого нет ни у кого. Больше я запретил. Под страхом встречи с моей кружкой Дадарио. Так? Никакого больше такого нет. В нем хожу в России только я. Да? Это фирменный. Фирменный Дадарио Фартук мистера Сергея. Посмотрите на этот ремень. Это мой самый любимый ремень. Тоже Дадарио. В чем его любимость? В том, что он очень твида винтажного цвета, который матчет мой биндинг. Если вы понимаете, о чем я. Видите, как торжественно совпадает все это дело. Он прочный, удобный и легкий. Самое главное, ты не потеешь. Что бы с тобой ни происходило, ты никогда тело не потеет под ним. Поэтому я максимально рекомендую. Тридовый ремень, конечно же, вы не покупаете. Потому что он, как и мой Фартук, под авторским правом. Это чисто табачниковская тема. Но, тем не менее, у них есть и другие ремни. И другие. Все хорошенькие. Вот есть такой ремень, например. Называется Автолог. Я уже рассказывал про него. Посмотрите. Вот такая вот штука. Она вот отщелкивает. Ты накидываешь. Раз. И у тебя как бы стрэп-лок получается. Очень удобно. Работает не со всеми пипками. Если у вас маленькая пипка, то чудо не произойдет. Поэтому я, видите, поставил побольше специально сюда. Но в целом очень удобно. Ну-ка давай. Раз. И все. У тебя получился ремень. Хочешь сюда, хочешь туда. Действительно удобная вещь. Ну и у многих, конечно, возникает вопрос. А сколько струн нужно? Ну, в год. Отвечаю. В год я использую примерно 100 комплектов струн. У меня две основные гитары. Это PRS и вот этот вот Les Paul History. На остальные гитары я ставлю, но довольно редко. На эти две гитары я меняю постоянно. А, ну и Warwick тоже. Примерно 100 комплектов в год. Если год концертный, то где-то 120-150 комплектов я использую. Потому что перед каждым концертом я ставлю себе вот такие вот струны. Аж водой капнул. Или потом. Трудно сказать. Потому что они поставил, сыграл и до свидульки. Снял и выбросил. Они недорогие и очень удобные. Струны, во-первых, пачкаются, потому что ты потеешь, как собака. А во-вторых, они могут порваться. Потому что седло перетирает струну. Что не делай, а лучше перестраховаться. Да, поэтому перед каждым концертом я на гитаре меняю струну. Дорогие друзья, 22 декабря в московском мусторге на Таганке пройдет мастер-класс имени мистера Сергея. Кроме того, будут другие гости, призы и подарки. Новый год. Гуляш. Фаршмак. Приходите обязательно. К сожалению, физически мы можем вместить только 40 человек, чтобы не попасть под санкции, как говорится, да? Но не спеши расстраиваться. Все это будет проходить в онлайн-трансляции. Можно будет посмотреть и в Гватемале, и в Хабаровске, где бы ты ни жил, и даже в записи. Но это еще не все. Если у вас есть какие-то интересные, интригующие вопросы, обязательно пишите в комментариях под видео. Я все-все-все прочитаю, выберу самые интересные и на своем мастер-классе отвечу на них более-менее развернуто. Такая замечательная история. С вами был мистер Сергей. Встретимся в следующий раз.